Всем большой привет! Я сегодня готовлю очень интересное и вкусное блюдо, называется цыпленок табака. Я знаю, что рецептов очень-очень много, но я сегодня поделюсь своим рецептом. Рецепт настолько простой, легкий, быстрый, но очень вкусный. Я прям рекомендую досмотреть видео до конца и приготовить эту курочку. Я тут приобрела курочку на днях, свежую, не замороженную. Очень люблю в этом рецепте, когда курочка свежая. Вот уже прикупила. Сейчас первым делом надо ее помыть, обобрать, проверить и хорошо и вкусно замариновать. Курочка вот у меня вышла, выходит здесь 1,4 кг. Это самое лучшее, она не сильно большая, для того, чтобы жарить ее на сковородке. Я тут разбираю свою курицу и смотрю, на ней немного есть перья и волосы. Сейчас младик мне ее немного опалит. Вот в таком состоянии мне курочка уже нравится намного больше. Посмотрите, какая зажарена. Теперь курочку надо хорошо помыть и обобрать от перьев, если еще где-то они остались. Курица готова. Теперь можно заниматься ей дальше. Ее нужно разрезать сейчас по грудине. Прям вот разрезаем, чтобы получилась развернутая курица. Прям вот такая. Хвостик у курицы я всегда отрезаю, потому что здесь железы и они невкусные. Мы так делаем всю жизнь, мы это не едим. Теперь курицу немного ломаю, прям вот так, вот так, чтобы она вся ломалась. Далее я курочку отбиваю. И чтобы брызги не летели в разные стороны, я беру пакет, разрезаю его и накрываю курицу. И затем уже отбиваю, так намного удобнее. Курочку надо хорошо отбить, мало того, чтобы мы ее поломали, теперь надо ее еще хорошо отбить, так она легче прожаривается. Вот сделала себе мешок и буду молоточком сейчас ее хорошо прям отбивать. Сейчас будет немножко шумно. Отбиваем со всех сторон. Теперь можно мариновать. Для маринада нам понадобится соль. Я делаю только крупной солью. Мне нужен будет соевый соус. Всего лишь один зубчик чеснока. Я его раздавливаю на чеснокодавилки. Красный перчик, черный перчик и немножко лимона. Я всегда начинаю приправу замешивать в чашке. Вот беру чайную ложку с горкой соли. Обычно этой соли хват достаточно для курицы. Беру прям красный острый перчик на конце. Обязательно черный острый перчик. Его беру побольше. Если красный острый перец дает остроту, то черный перец дает больше аромата. Также мне понадобится зубчик чеснока. Буквально один много не кладем, чтобы он у нас не горел. Я прям кладу маленько, чтобы для маринада. Уже в конце покажу, что я делаю с чесноком и с курицей, когда уже курочка готова. На данный момент только вот маленечко, чтобы так, знаете, соединилась соль, перец и чеснок. Как бы благодаря чесноку и мокрым, потому что чеснок мокрый, масса становится вот такая вот клейкая. Мариновать буду вот в этом подносе. Мне он нравится. Буквы такие борта, ничего не выпадает. И очень-очень удобно. Перекладываю курицу в чашку и начинаю хорошо-хорошо натирать. Вот этой вот смесью. Прям не просто натираем, а даже маленечко как втираем. Нужно хорошо постараться втереть соль и перчик в курочку. Прям втереть, прям вот как бы как помассажировать даже ее, чтобы перчик и соль и чеснок везде проник. Также сейчас я ее оболью соевым соусом и немного лимона. Соевый соус, он еще идет соленый, мало того, что и он еще немного размягчает нашу курицу. Он вообще размягчает все мясо. Поэтому переворачиваем и потихонечку все вот так вот втираем. Обязательно нужно сбрызнуть соком лимона. Я немножко вот так вот катаю, чтобы получился мягкий, там больше сока. Разрезаю пополам. И он вот такой мягенький. И вот обязательно маленько вот так вот еще сбрызгиваю лимоном. Теперь вот так вот ее закрываю и оставляю мариноваться. Лучше на 2 часа, но даже часу будет достаточно. Пока мы ездили по делам, прошло уже больше 3 часов времени. Курочка наша хорошо-хорошо замариновалась. Продолжаем готовить цыпленка табака. Ставлю сковородку на плиту, чтобы она разогревалась. Наливаю небольшое количество масла подсолнечного. И теперь вот как масло немножко сейчас нагреется, к нему добавлю хороший кусочек сливочного масла. Теперь вот это все должно растопиться. И потом мы бросаем сюда чеснок. Хочу сказать, чтобы сливочное масло не горело в сковороде, я всегда сначала наливаю подсолнечное масло и затем в него кладу сливочное. Два зубчика нарезаем крупными брусочками. Прям вот буквально чесночину режем на 3 части. Масло практически растаяло. Убавляем на пятерку плиту, чтобы было на пятерке. И высыпаем сюда наш чеснок. Я хочу, чтобы чеснок, обжаривать чеснок, чтобы он маслу отдал все свои вкусы, запах. И потом мы на вот этом вкусном чесночном масле будем жарить нашу курицу. Чеснок хорошо зазолотился, теперь его вытаскиваем. И теперь уже в эту сковородку опускаем нашу курицу табака. Я сначала кладу кожей вниз. Теперь беру лист пергаментной бумаги, складываю его пополам, затем еще раз пополам и вырезаю вот такой круг. Должен получиться круг. И кладу этот круг на нашу курицу. Большой ватт. Не надо сделать их все поменьше. Теперь эту пергаментную бумагу кладем на курицу. В кастрюлю набираем воды и ставим эту кастрюлю наверх курицы. Это будет на утяжеление. Вот таким образом курица будет готовиться ровно 10 минут. Цыпленка табака я всегда подаю с картошкой по-деревенски. Приступаем к картошке. Картошка уже заранее почищена, чтобы было быстрее. Она у меня немножко постояла. Убираем глазки и нарезаем на такие крупные, можно сказать, пополам или на 4 части. Я это делаю всегда ажурным ножом, чтобы было покрасивее. Включай духовку, чтобы она разогревалась. Буду уже пока ставлю на 200 градусов. Картошку по-деревенски готовлю вот такими крупными брусочками. Маринад очень простой. Нужно 2 зубчика чеснока. У меня вот совсем небольшие. Я прям выдавливаю сюда. Вот немного вот так вот спрызгиваю маслом. Теперь уже на масло я солю. Вот соль я и забыла. Присыпаем солью. Обязательно присыпаем паприкой. Самой обычной паприкой, не острой. Немного черного перца для запаха. Я вот люблю больше перец, который не молотый, а который круглый, который надо с одним молоть, потому что от него запах, аромат такой стоит. Вот прям хочется и хочется его еще сыпать на картошку, чтобы было еще больше аромата. И немного острого красного перца. Теперь это все хорошо перемешиваем. Можно руками. Даже вот так как втираем немножко. Достаю противень. Кладу на него бумагу для выпечки. Раскладываем вот так вот картошку, чтобы она не была плотна друг к другу. Это для того, чтобы она могла запечься со всех сторон. И отправляем ее в духовку. Я выпекаю на 250 градусов 30 минут. И потом уже смотрю, если маловато, если картошка не проготовилась, но это зависит от сорта картошки. У меня сегодня твердая картошка. То можно будет поставить еще минут на 10. И у нас получится вкусная, зажаренная, хрустящая картошка. Картошка нашей курочки. Не курочки, а цыпленку табака. Отправляем картошку в духовку запекаться до готовности. Прошло 10 минут. Проверяем, как поджарилась курочка. Снимаем бумажку и проверяем. Я вот уже взяла ложку, приготовила. Будем проверять. Курочка хорошо поджарилась. Теперь переворачиваем ее. Уже такая зажаренная получилась. Снова накрываем бумагой и снова ставим наш груз, чтобы она прожарилась еще немного с другой стороны. тоже минут 10. Тут уже грудинка, тут мясо побольше, потолще. Тут я буду жарить минут 15. Проверяем картошку. Время вышло. Картошка готова. Все можно. Вот такая зажаристая получается. Все можно выключать. Прошло 15 минут. Я немножко убавлю вытяжку, а то громко сильно. снимаем теперь кастрюльку. У меня получилось, что сковорода немножко больше курицы. Она у меня не собралась и кастрюлька чуть свежей. Убираем бумагу и теперь нам надо пожарить без бумаги, потому что от бумаги как бы пар остается на курице и курица получается немножко как еще протушенная. сейчас я это убираю. Снова переворачиваю курочку нашу назад. С этой стороны уже так хорошо поджарилась и теперь она еще минут 10 поджарится у меня с той стороны уже без груза и еще раз 10 минут с этой стороны уже просто без груза. Курочка уже поджарилась с одной стороны теперь ее последний раз переворачиваем и тоже поджариваем минут 10 до золотистой корочки и все курочка готова. Цыпленок табака не подается в нашей семье без вкусного острого соуса. Так делала моя мама, так делаем мы уже много-много лет. Для соуса я беру 3 зубчика чеснока, давлю через чеснокодавилку, немного присаливаем приперчиваем для аромата и теперь вот эту массу мы обдаем крутым кипятком. У меня чайник только закипел, сейчас это все заливаем крутым кипятком. Так оно у меня должно постоять буквально минут 5, чтобы вода впитала в себя запах чеснока, перца и набралась вот этим вот вкусным-вкусным ароматом чеснока. Теперь беру любой острый соус, у меня вот самбал и буквально чуть-чуть, пол чайной ложечки добавляю в эту массу. Также добавляю 3 столовых ложки томатной пасты. У меня на данный момент вот эта томатная паста, ее добавляю и буду размешивать. Получается вот такая вот густая кашка, как каша такая. Теперь это все должно еще постоять пару минут, пережениться, напитаться и можно подавать на стол. Курица наша готова, выключаем, убираем ее с огня и теперь надо ее переложить в противень. Так, где моя вилочка и ложка? Теперь это все аккуратно горячим и теперь кладываем на противень. Теперь на курочку выдавливаем зубчик чеснока и просто его размазываем. Смотрите, я вот делаю вот так, раскидываю и сейчас просто размазываем и даем курочке просто маленько постоять, набраться еще запаха чеснока. Ой, она такая получилась тоненькая, прожаренная. Пахнет обалденно вкусно, аромат стоит и просто на весь дом немножко еще вот здесь вытащу немножко, чтобы тоже разбросать. Чтобы вот эта горячая курица, она уже просто горячая, это я вытащила немножко раньше, потому что уже готова. И теперь просто вот этот чесночок надо разложить по всей вот так вот курице, чтобы она еще немножко-немножко набралась запаха чеснока. И все, и можно подавать, курочка готова. курица уже постояла, набралась запаха чеснока, немного подостыла, теперь можно ее разделить на 4 части и положить в красивую тарелку. Так как она хорошо проготовилась, она и хорошо-хорошо уже разрезается, прям даже ломается в руках. Такая вкуснятина, смотрите, все проготовилась. Я уже немножко отщипнула, попробовала. Это просто космос! Такая вкуснятина! Друзья, вы не поверите, как это вкусно! Обязательно, обязательно приготовьте! Подается, берем соус, это не просто соус, это соус из детства, это просто космически вкусно! Можно макнуть картошечкой, а можно курочкой. Курочка получилась сочная, вкусная, поверьте, этот вкус просто не забываем! Не забываем! Я уже отщипнула, конечно, попробовала. Вот эта грудинка, она получилась довольно сочная, вкусная. Макаем наш перцовый соус, наслаждаемся просто вкусом и жизнью! Спасибо большое, что досмотрели мое видео до конца! Пожалуйста, оцените его лайком, если оно было вам полезно и интересно! Поделитесь видео с друзьями, вам это не сложно, а мне будет очень приятно! А чтоб не пропустить мои следующие видео, проследите, чтобы у вас обязательно был включен колокольчик! полезно! Подписывайтесь на наш канал!